Насыпали более 300 тонн песка, каждый день убирают, вывозят отходы. Городские службы наводят лоск на кладбищах. 28 апреля православные христиане Беларуси отметят Радоницу. Впервые день памяти усопших пройдет в разгар пандемии. Мы завезли на кладбище города Бобруйска более 50 контейнеров. Установили новые контейнерные площадки на кладбищах по улице Светлогорская слева, справа. Установлено новое заборное ограждение на кладбищах по улице Комбинатская, улица Набережная. Светлогорские слева, в ферилах профсоюзов также установлено новое заборное ограждение. Местами территория вокруг погостов уже запестрела яркими красками. Розы, ромашки, лилии, чего здесь только нет. Цены на искусственные цветы варьируются от 40 копеек за штуку до 80 за букет. Есть и такие эксклюзивные композиции за 20 рублей. Несмотря на все призывы экологов, альтернативы пластику здесь нет. Возле кладбища в деревне Ламы расширили парковку. Здесь же будут нести службу сотрудники ГАИ. В текущие выходные госавтоинспекция города Бобруйска будет усилен надзор за дорожным движением. Планируйте, пожалуйста, заранее свой маршрут передвижения. Здоровье бесценно. Врачи призывают бобруйчан соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Не трогать руками глаза и другие слизистые. Держать при себе маску и антисептик для рук. Соблюдать социальное дистанцирование, не собираться большими группами. Выезжая на кладбище, даже если находится много людей рядом, то стараться дистанцироваться полтора-два метра. Сегодня же Минздрав призвал белорусов соблюдать меры предосторожности и не подвергать здоровью опасности. Кладбище заявили в ведомстве, цитата, «никуда не денутся». Самый безопасный способ – провести длинные выходные дома. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360.